Мужик приходит к доктору. Доктор, у меня практически полностью оглохла жена. Тамарка. Сильно оглохла, не знаю. Не хочу жить с глухой женой в конце концов. Очень хорошо. Вот вы придёте домой, зайдёте в самую дальнюю комнату. Сколько у вас комнат, кстати? Одна. Ну хорошо, зайдёте на балкон, с балкона задайте жене погромче какой-нибудь вопрос. Если ответа нету, жена не слышит, проходите дальше в комнату, продолжайте спрашивать. Ответа нет, проходите дальше. Завтра вы мне скажете, допустим, жена услышала меня с полутора метров. Мы будем знать степень глухоты. Понятно? Да, выполняйте. Мужик приходит домой, заходит на балкон. Тамара, что у нас на обед? Ответа нет. Глухая совсем. Заходит в комнату. Тамара, что у нас на обед? Ситуация та же. Проходит в коридор. Тамара, в конце концов, что у нас на обед? Успех тот же, у него нет. Он заходит, жена на кухне стоит у плиты. Он ей практически в ухо. Тамара, что у нас на обед? Она поворачивается. Чего ты орешь? Я четыре раза сказала борщ. Представьте, в деревне встречаются двое, один из них в дупель пьяный. Он говорит, друг, скажи мне, где живет Кирьян Кирьянов? Он говорит, так ты же есть Кирьян. Ты это я знаю. Ты мне скажи, Кирьян. Сидят так рыбаки, клево нет. Люди выпивают. Конечно, если бы даже был клево, они бы тоже выпивали, может, не так часто. Ну, рыбаки есть, рыбаки, они за улов, или за то, что клюет, или за то, что не клюет, неважно, причина всегда была бы вот. Найдется, да? И вдруг поклевка одного такая, тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Он вылетает, вылетает карасик, срывается с крючка, делает несколько сальто и падает в рюмку одному из рыбаков. Плюх, кто-то там еще подергался. Ну, смешно, забавно. О них ха-ха-ха-ха. Такое бывает нечасто. Один берет его пальцами за хвостик и выкидывает в речку обратно. И тут же поклевка. Страшно, согнулась удочка. Они вынимают огромный зеркальный карп. Они довольны, кидает его в садок. Карп падает туда, говорит, анекдот про одесскую красную шапочку. Не слышали? Нет. Одесская мама отправляет одесскую красную шапочку к бабушке туда через лес с пирожками. Она ей говорит, моя дорогая, ты сейчас пойдешь через лес. Тебе пристанет этот негодяй-волк. Этот полный придурок, не надо обращать на него внимания и тратить время. Сразу дуй к бабушке. Ты зайдешь к ней в избушку, она будет тебе говорить, что она очень старенькая, что она очень хочет кушать. Ты стой на своем. Пирожки с капустой 30 рублей, с мясом 50.